Всем доброго времени суток! Меня зовут Лилия Уланова. Сейчас я хочу показать, как связать вот такой вот объемный цветок крючком. Для начала нужно набрать цепочку из 5 воздушных петелек. Сейчас я делаю первую петлю и набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Затем замыкаю петельки в кольцо. Получается вот такое вот колечко. Дальше мне нужно сделать закрепление, подняться и провязать первый столбик. Вот таким вот образом. Затем я вяжу вот в это колечко еще 3 столбика. То есть это у меня будет второй. Столбики с накидом. Третий. И четвертый. Одновременно вот этот хвостик нужно завязывать в вязание. Далее вяжем 7 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И крепим эту цепочку с помощью столбика с накидом вот в эту петельку. То есть вот таким образом провязываем. Дальше опять мне нужно будет в колечко связать 4 столбика с накидом. Первый столбик. Второй. Вот этот хвостик завязываем. Третий. И четвертый. И опять связать такую же цепочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сделать крепление вот сюда. То есть получаем вот такой вот элемент. Дальше мне опять нужно будет связать 4 столбика. Связать цепочку и прикрепить ее. И еще раз повторить то же самое. То есть всего должно быть таких 4 элемента. Так. На последнем элементе вот эту цепочку нужно будет прикрепить одновременно сюда. И вот сюда вот. Ой, извиняюсь. Таким вот образом. Получаем вот такой вот квадратик. Дальше вяжем цепочку из трех воздушных петелек. Раз, два, три. И крепим в первый столбик первого элемента. То есть вот сюда. Затем вяжем цепочку из трех воздушных петелек. И переворачиваем вязание другой стороной. И крепим его вот сюда вот. Вот эту цепочку вот в эту петельку. Получается вот так. Так. Теперь я вяжу цепочку из трех воздушных петель. То есть поднимаюсь. И вот на этой вот цепочке. И вот на этой цепочке вяжу кругом столбики с накидом. То есть сначала вяжу здесь. Ну, я свяжу семь столбиков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Поверачиваемся на другую сторону. И продолжаем вязание столбиков с накидом. Вот за эту цепочку. Тоже семь столбиков я свяжу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И затем вяжу цепочку из трех воздушных петелек. И делаю крепление вот сюда. Получается у нас вот такой вот элемент. Теперь вяжем цепочку из трех воздушных петелек. И крепим вот в это место. То есть вот сюда. Дальше вяжу цепочку из трех воздушных петелек. И обвязываю вот эту вот цепочку по семь столбиков. То есть сейчас я вяжу семь столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Дальше вяжу три воздушные петельки. Делаю крепление в столбик вот в этот. И затем также вяжу семь столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Так, теперь нужно закончить вязание данного элемента. Это цепочка из трех воздушных петелек. Крепим вот сюда. Получается вот такой вот элемент у нас. Так, теперь мы делаем все то же самое, что и в первом случае. То есть я должна связать цепочку из трех воздушных петелек. Прикрепить ее вот сюда. Затем развернуться. Связать цепочку из трех воздушных петелек. Прикрепить ее вот сюда. То есть это уже как бы изнаночная получается сторона. Теперь я вяжу три воздушные петельки. Поворачиваю вязание. И обвязываю вот эту первую цепочку. Семью столбиками с накидом. То есть я это уже показывала. Повторять я не буду. Вяжем вот этот вот элемент. Так, вот я связала данный элемент. Вяжу три воздушные петельки. Так, привязываю вот сюда. К следующей цепочке. Затем три воздушные петельки. И опять так же вяжу по семь столбиков с накидом. И вот с этим вот элементом. Первый столбик. Второй столбик. Ну и так далее. То есть вяжем вот этот вот элемент. Итак, получаю второй элемент. Соответственно здесь теперь нужно связать цепочку в одну сторону. Затем в другую. Связать вот этот вот элемент. Потом третий. И то же самое здесь. И четвертый элемент. Итак, вот я довязала последние два элемента. И теперь мне нужно связать цепочку из трех воздушных петелек. И привязать ее вот сюда. Вот таким вот образом. Так, дальше соединяемся вот с этим столбиком. То есть просто провязываю столбик без накида. Затем поднимаюсь. И вяжу первый столбик. То есть сейчас вот в эти вот столбики и вот в эти цепочки я буду провязывать по шесть столбиков с накидом. Это у меня первый столбик. Дальше я вяжу еще два столбика. Раз. И два. И затем делаю петельку и вяжу еще три столбика. Раз. Два. Три. Получается вот такой вот элемент. Затем такие же шесть столбиков нужно связать вот в эту цепочку. Раз. Два. Три. Воздушная петелька. И три столбика. Раз. Два. И три. Так, получается вот так. Дальше шесть столбиков нужно провязать вот за этот столбик, за цепочку, столбик, цепочка, столбик и цепочка. То есть всего получится восемь вот таких вот элементов по шесть столбиков. Итак, вот я связала все восемь элементов. И сейчас мне нужно это с изнаночной стороны, а это с лицевой. И сейчас мне нужно делать соединение вот в эту петельку начальную. Так, закрепим. И дальше здесь нитку нужно будет обрезать. Так, дальше берем нитку зеленого цвета, но у меня просто нет естественных цветов, то есть вот такие вот сигнальные. Естественно, нужно вязать такие вещи из естественных цветов. Так, берем нитку зеленого цвета и начинаем вязать столбики без накида. Сейчас я сделаю крепление. Так, и провяжу столбики до вот этого места. Так, это у меня второй столбик, третий столбик. Дальше мне нужно связать цепочку из пяти воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. И сделать крепление вот сюда. То есть это такие листочки у нас будут. Так, затем нужно связать семь воздушных петелек. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И опять так же прикрепить вот сюда. Не забываем завязывать хвостик. Так, и опять пять воздушных петелек. Так, и опять пять воздушных петелек. Два, три, четыре, пять. Так, крепим вот сюда. Так. Получается вот такой вот у нас листочек. Так, ну а дальше нужно будет связать опять столбики. Без накида. Завязываем хвостик. Так, два. Три. Четыре. Так, хвостик, хвостик, хвостик. Так, пять и шесть. И вот здесь, вот в этом месте я опять вяжу такой же элемент. Ну и соответственно дальше шесть столбиков, элемент, шесть столбиков, элемент. И до конца, до того места, откуда я начинала. И так, вот я заканчиваю вязание листочков. Так. И делаю соединение с первым столбиком. Дальше нужно сделать закрепление. Ниточка обрезается и протаскивается в вязание. Вот и все. Дальше нужно